Получать эффективные и работающие советы всегда было бы здорово. Но действительно, мы каждый день порой можем сталкиваться с такими ситуациями, что нам нужно делать выбор. Говорить, не говорить, как сказать, действовать, либо ждать. И вот мы обращаемся к специалистам, гадалкам, ясновидящим экстрасенсам, психологам и так далее. И вам очень повезет, если консультировать вас будет сапожник в сапогах, назовем вещи своими именами. Но с чем вы можете столкнуться? С тем, что советы вам, как укрепить отношения или привлечь любимого человека в свою жизнь, будут давать люди, у которых этих отношений никогда и не было, либо они были очень корявые. Порой человек, который даже книгу написал про отношения, про отношения ничего не знает. Потому что у него было за плечами пять браков, параллельно всякие многоугольники, треугольники любовные и всякая-всякая нечистоплотная история вокруг отношений к женщинам. По сути, внутри там лютая ненависть к женщинам. Но внешне транслируется совершенно другое, другая история. Женщина, будучи психологом, консультирует, но у нее был травмирующий опыт в отношениях. Ее лучшая подруга узела мужа. После этого женщина так отношения не построила, потому что не проработала, скажем так, их. Хотя там все, все при ней. И внешность, и красота. И вот, как вы думаете, вот этот непроработанный момент, вот эта боль, она и транслируется на такие же советы своим клиенткам или ученицам. О том, что да, за свое счастье надо бороться, выгрызать и поступать порой не экологично. Ну, со мной же и так поступили. Ну, и вот представьте, да, что, какие советы можно получить даже за деньги. Ну, и бесплатно так тем более. Иногда, когда вы спрашиваете советов у ваших подруг, потом оказывается, что подруга-то вот и не подруга, да, первая завистница. Так вот, где же взять вот эту самую истинную информацию? Хорошая новость заключается в том, что ваше подсознание и сверхсознание знает максимально лучшее для вас решение. И вот в этой практике мы с вами создадим дом советов. Вы можете туда приглашать людей, которых уважаете. Это могут быть как ныне живущие эксперты, так и уже ушедшие в мир иной. Родственники, ну, либо какие-то люди, которые своей жизнью, а не словами, доказали, что они экспертны в этой области. Нужно будет пригласить четырёх человек, а председателем стола советов будете вы. Итак, для прохождения практики нужно будет принять удобную позу и следовать моему голосу. Не забывайте, дорогие мои, про обратную связь. Мне очень важно понимать, как у вас что получается. Итак, давайте же поскорее приступаем к практике. Медитативная практика «Дом советов». Эта практика помогает получать ответы непосредственно из вашего подсознания, которое знает обо всём. В случае необходимости вы можете прибегнуть к помощи сверхсознания, пригласив туда людей, которым доверяете и в чьей экспертности уверены. Это могут быть как ныне живущие люди, так уже ушедшие в мир иной. Вы можете пригласить каких-то божеств. Экспериментируйте. Итак, для прохождения практики нужно расположиться удобно, так, чтобы тело расслабилось. Закрывайте глаза и начинайте дышать медленно, глубоко. И пусть мой голос и звуки музыки способствуют вашему глубокому погружению внутрь себя. В свой собственный мир, в своё пространство, где вам комфортно, уютно, безопасно. Все суетные мысли уходят. И тело продолжает расслабляться. Руки и ноги наливаются приятной тяжестью и расслабляются. Мышцы лица расслаблены. Рот слегка приоткрыт и расслаблен. Мышцы лица расслабляйте. Спокойные состояние. Спокойное состояние. Вы находитесь в точке здесь и сейчас. И сейчас мысленно перенеситесь в ваш дом советов. Окажитесь сейчас усилием своего намерения перед этим строением. Посмотрите, как он выглядит, на что похож. Может быть, это дом или замок или избушка. Как выглядит ваш дом советов? Заходите вовнутрь. И перед вами стоит большой круглый стол. Вокруг него расставлены пять стульев. Самый большой стул, трон, это ваш. Потому что вы являетесь председателем дома советов. Займите своё место по праву. И сейчас чётко проговорите запрос, с которым пришли. Какой совет вы хотите получить? И пригласите первого участника стола советов. Пусть она проявится. Зайдёт и займёт своё место за столом. Зайдёт и займёт своё место за столом. Пригласите вторую персону зайти в зал советов. Займёт своё место за столом. И занять место за столом. И наконец-таки пригласите четвёртую персону занять своё место за столом советов. Поприветствуйте всех присутствующих и огласите ещё раз ваш запрос. Какой вам нужен совет и в чём? Пусть выскажется первый участник стола советов. Субтитры подогнал «Симон» Теперь дайте слово второму участнику стола советов. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть выскажется третий участник стола советов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По четвертому участнику стола советов. Субтитры создавал DimaTorzok Поблагодарите всех участников стола советов и отпустите их. Пусть они в порядке пребывания покинут зал советов. Проговорите себе тот совет, который для вас является оптимальным, истинным, экологичным на вашей ветке развития. Субтитры создавал DimaTorzok Поблагодарите пространство. Поблагодарите себя за работу. И как только я считаю до пяти, вы откроете глаза и будете помнить о том, о чем велась речь и о том совете, который вы подытожили как председатель стола советов для себя. Итак, один, два, три. Поблагодарите. Поблагодарите. Я рекомендую. Я рекомендую сейчас сразу записать все советы, которые вы получали от участников и финальный совет, вывод, который вы подытожили для себя и получили от своего высшего потенциала. Всего доброго, мои дорогие, всего доброго.